Десятки экспозиций по всей России. Российское историческое общество готовит масштабный проект к 75-летию Великой Победы. Его цель напомнить о преступлениях нацистов на оккупированных территориях Советского Союза. Подготовкой и отбором материалов займется комиссия, которая специально была создана в конце прошлого года. Я призываю членов комиссии наладить продуктивное взаимодействие с органами исполнительной власти своих регионов и с территориальными органами федеральных структур МВД, ФСБ, Следственного комитета. Там, где уже функционирует отделение российского исторического общества, выстроить эту работу будет, безусловно, проще. К остальным случаям будем, конечно, подходить и индивидуально, при необходимости готов лично обратиться к губернаторам, главам регионов, чтобы вам оказывалось необходимое содействие. В состав комиссии вошли представители 23 российских регионов, которые пострадали от гитлеровской оккупации. Их главная задача – обобщить те источники, которые уже есть, и выявить новые. Ведь многие главы этой страшной истории пока остаются неизвестными. Информацию будут собирать по крупицам в каждом регионе, а систематизируют специалисты Института российской истории РАН. Да, работа непростая, но она, я бы сказал, еще и почетная. И, как я сегодня говорил, это наш долг памяти. У нас достаточно ответственная миссия. Мы должны проводить экспертизу поступающих материалов из регионов, определять их, насколько полно, насколько достоверно они отражают события геноцида. Мы привлечем к этому наших лучших специалистов и по истории войны. У нас есть Центр военной истории. У нас есть опыт, есть схема. Отделение РИО предоставляет, так скажем, первичный контент. Непосредственной подготовкой, то есть финальной версткой экспозиции, займется Новгородский государственный музей-заповедник. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что проект охватят и зарубежные архивы. Со своей стороны, Германия заявила о готовности помочь в поиске документов, а также при подготовке материалов. Изучение истории нацизма и его преступления в современной Германии – это не праздный интерес отдельных историков, а важнейшая политическая и культурная задача всего нашего общества. В Германии решительно отвергают любые попытки обеления или георализации нацизма. Хотя, разумеется, есть отдельные люди, право радикального толка, пытающиеся принизить преступный характер нацизмского режима, но в ФРГ за такую деятельность преследуют в уголовном порядке. Лично я полагаю, что было бы хорошо организовать выставки о преступлениях нацизма на оккупированных территориях Советского Союза и в Германии. Трагедия оккупации коснулась порядка 80 миллионов жителей Советского Союза. Из них более 13 миллионов были целенаправленно уничтожены или угнаны в рабство. Сжигая целые деревни, убивая женщин, стариков и детей, нацисты освобождали себе так называемое жизненное пространство. Свидетельства очевидцев, воспоминания, фотографии, письма ищут в том числе в семейных архивах, и люди приносят их сотнями. Ленинградская область достаточно обширная территория, и людям, если, например, с Порожья приехать в город Выборг, даже чтобы подсканировать документы, это неудобно. Поэтому мы решили подключить архивное отдело администрации. Более того, к этому подключилась и МФЦ Ленинградской области. Они предложили в региональных филиалах МФЦ тоже предоставлять такую услугу населению. По поручению президента серию сборников документов готовит также Росархив. В него войдут материалы, собранные по горячим следам еще в годы войны и представленные на Нюрнбергском процессе. Речь идет о 23 томах по числу оккупированных регионов России. Кроме того, документы будут размещены и в интернете. Сначала речь шла только о России. Но потом мы решили, что, конечно, поскольку это боль всего Советского Союза, ограничится только территория России, это будет неправильно. Поэтому здесь Белоруссия, Украина, Прибалтийские республики. Среди этих документов, которых будет от 250 до 300, конечно, есть новые документы, которые мы извлечем из фонда Чрезвычайной государственной комиссии, которая была образована в Советском Союзе, по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Это будет серьезное, научное, комментированное издание исторических источников. Участники заседания также посетили выставку, разоблачающую деятельность уже современных экстремистов и их пособников. Речь идет об организации «Белые каски». На стендах неопровержимые доказательства провокаций в Сирии. Фотографии, интервью с бывшими участниками организации, по сути, пособниками террористов, организовавших постановочную химическую атаку. Даже такое беглое знакомство с материалами, которые представлены здесь, а тем более в книге, дает представление о том цинизме, цинизме вот этой информационной войны, которую ведут западные спецслужбы против населения Сирии, против сирийского законного правительства, используя для этого вот эту одиозную организацию «Белые каски». После осмотра выставки в парадном Александровском зале состоялся брифинг, посвященный конкурсу «Уроки Победы». Его проводят впервые, но он уже вызвал огромный интерес. Заявки поступили из всех субъектов Российской Федерации, 25 зарубежных стран, а также Донецкой и Луганской народных республик. В ряде регионов охват образовательных организаций, представители которых приняли участие в конкурсе, составил от 40 до 100 процентов. Не могу не назвать эти регионы. Это Краснодарский край, Забайкальский край, Самарская область, Пензенская область, Сырловская область, Алтайский край, Москва, Кемал-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург. И приблизился к этим показателям город Севастополь. В ходе брифинга стали известны имена 33 финалистов в 11 номинациях. Это не только учителя истории. Свой «Урок Победы» могли подготовить и учителя музыки, литературы и иностранных языков. Особое внимание вне классным инициативам. Конкуренция среди участников здесь была одна из самых высоких. Первичный отбор проходил в регионах. Всем конкурсантам, прошедшим в финал, предстоит посетить Москву и побороться за Победу в рамках очного этапа конкурса. Рассчитываем, что уже 2 апреля все победители и призеры конкурса будут определены и торжественно награждены в Музее Победы на Поклонной горе. Все участники финала и 75 лауреатов, отобранных жюри по особой квоте, смогут опубликовать свои методические разработки в специальном сборнике, который будет размещен на официальных сайтах организаторов проекта. Служба информации Российского исторического общества.